Оказаться загнанным в угол можно по случайному стечению обстоятельств или по злонамеренному умыслу других людей. В этот момент причины не особо-то важны. Главное, станет ли человек бороться за свою жизнь или поднимет руки, сдавшись и надеясь на милосердие судьбы. Невозможно знать заранее, как поступишь, оказавшись в безвыходной ситуации, но нужно помнить, что почти всегда выход все-таки есть. Сегодня я расскажу вам о пяти эпических историях выживания вопреки сложившимся обстоятельствам. Роберт Макларен. Самостоятельная операция в джунглях. До попадания в лагерь строгого режима Борнео Роберт Макларен уже имел опыт побега из тюрьмы Чанге. Тогда он несколько недель партизанил в захваченном японцами Сингапуре и был схвачен из-за предательства одного из постанцев. Мужчина записался добровольцем сразу же после начала Второй мировой войны и со многими другими австралийцами оказался на фронтах Малайи. Повторная поимка не подорвала дух, скорее наоборот. Сам Роберт говорил, что переезд в Борнео лишь приблизил его к дому. На новом месте он нашел компаньона по имени Джонни Фанк, который подвергался жестоким пыткам из-за китайского происхождения. Вместе они разработали план побега. Во время принудительных работ напарникам удалось скрыться в джунглях. Вскоре они добрались до побережья. Впереди бескрайний океан и сеть оккупированных островов. Нашли достаточно большое бревно, камнями выдолбили в нем полость и поплыли, точно как древние предки. Путешествие в 420 километров закончилось на филиппинском острове Минданао, уже захваченном японцами. Снова джунгли, но ситуацию осложнил аппендицит. Никаких врачей вокруг, из инструментов небольшое зеркало и перочинный нож. Вот бы анестетик какой-нибудь или хотя бы крепкий алкоголь, но и этого не было. Пришлось резать ножевую, как есть, и самостоятельно удалять аппендицит. На операцию ушло 4 часа. Вместо ниток использовались волокна из лиан. Наверное, повезло, но все прошло удачно и никакого заражения. Через несколько дней партнеры присоединились к силам местного сопротивления и продолжали партизанскую войну почти до капитуляции Японии. Дагскотт. Спуск с горы со сломанными ногами. Это одна из легенд альпинизма, разработавшей методики выживания в экстремальных условиях. Правда, учиться ему пришлось на собственном опыте, а не на просмотре увлекательных передач Берлом Гриллзом. В 1975 году Скотт и напарник Дугл Хадсон восходили на Эверест. Не рассчитав силы, им пришлось разбивать лагерь под вершиной Великой Горы. Впрочем, это был не совсем лагерь. Берлога в снегу без всяких приспособлений для обогрева, теплой одежды и кислородных баллонов. Как-то продержались до утра и даже добрались до вершины. Через два года Дагскотт сбирался на пакистанскую гору Банхабрак, или Огар. До того она оставалась непокоренной и до сих пор считается одной из сложнейших вершин мира. Поднявшись достаточно быстро, Даг принял решение спускаться до наступления темноты. Экспедиция имела шансы заночевать в более удобном месте. Скоро выяснится, что это была плохая идея. Поднявшийся ветер сорвал альпиниста и сильно ударило скалы. Скотт понял, что сломал себе обе ноги где-то в области голени. Тем не менее, ему удалось спуститься, отталкиваясь коленями. Застегнутая метелью экспедиция укрылась в пещере. До базового лагеря оставалось еще два километра. Пересеченная местность не позволяла товарищам нести Дага. Это замедляло темп и тратило слишком много сил. Единственным выходом было ползти самому вниз с горы. Это продлилось почти семь дней. Протерлись четыре слоя одежды, а сами колени превратились в кровавое месиво. Добравшись до базового лагеря, альпинисты обнаружили, что он пустует. Все решили, что экспедиция погибла, но удалось вызвать спасателей. На вертолете Дага Скотта доставили в госпиталь. При посадке машина сильно накренилась и чуть не рухнула, получив незначительные повреждения. Даг тогда отшучивался, заявляя, что может и сам доползти до приемного отделения. В 1993 году французский путешественник решил проехать по транссахарному шоссе на Ситроен 2 Сивин. На одном из блокпостов его остановили военные. Дальше гражданским и тем более европейским туристам было нельзя. Там шли боевые действия. Эмиль Лерей был тем человеком, который решил пересечь огромную пустыню на малолитражном автомобиле. Едва ли подобные предостережения могли остановить его. Развернувшись и отъехав назад достаточно далеко, чтобы скрыться, и с поля зрения военных, Эмиль свернул прямо на песок. План был просто продвинуться вперед, немного в сторону от поста и вернуться на дорогу. В какой-то момент Ситроен наскочил на камень, что скрывался под песком. Рана треснула и путешествие стало на паузу. Вроде бы до ближайшего города должно быть не так далеко, но неизвестно точно. К тому же у Эмиля не было никаких GPS-навигаторов, а заблудиться в Сахаре означает верную смерть. Скоро путешественник смекнул, что двигатель в порядке, нужно только придумать, как его использовать. Треснувшая почти пополам рама подсказала, что можно из машины сделать мотоцикл. Сложность заключалась в отсутствии необходимости инструментов. Имелся только базовый набор для ремонта и ножовка по металлу. С ее помощью Эмиль Лере и распилил свой Ситроен. На все ушло 12 дней, хотя планировал уложиться в 3. От ночного холода и дневной жары негде укрыться. Всего несколько часов комфортной температуры в сутки. Запасы продуктов тоже приходилось растягивать, но в итоге байк был готов к поездке. Выглядел он как нечто взятое прям со съемочной площадки Безумного Макса. 24-летний южноафриканец отправился в захватывающее путешествие в 2012 году. Его цель заключалась в том, чтобы в одиночку пройти по Амазонке от самого истока до моря. Первые три месяца прошли отлично. Около 800 километров на велосипеде вдоль берега, потом еще 1100 километров на байдарке. Стоит отметить, что до этого Дэви не имел опыта подобных сплавов, но быстро научился в процессе. 25 августа навсегда останется в памяти путешественника, ведь он вживую и очень близко увидел Ламантино. Стали появляться непривычные звуки, должно быть птицы поют, сидя где-то в густых ветвях. К вечеру Дэви обогнал двух мужчин, которые дрейфовали парикеном моторным каноэ. Такие встречи не самая большая редкость. Амазонка играла роль природной автострады в этих краях, поэтому путник не придал этому особого значения. Через несколько минут Дэви Дзюпляси почувствовал сильнейший удар в спину и нестерпимую боль, он оказался в воде, руки почему-то не слушались, как-то удалось вынырнуть на поверхность с помощью одних ног. Но тут же что-то ударило ему в голову. Выбравшись на берег, он сидел ошарашенный и только после третьего выстрела понял, что огонь ведется по нему, пробежал около пяти километров по джунглям. Дэви решил возвращаться к реке, чтобы окончательно не заблудиться. Все припасы были потеряны, дробь пробила легкие, повредила сонную артерию и плечо. К утру он добрел до какой-то деревушки. Местные не имели возможности оказать квалифицированную помощь или отвезти в город, но указали путь и сопровождали до следующего поселения. Так Дэви и двигался от села к селу, пока не вернулся в цивилизацию. Впрочем, и там ему отказали в помощи до тех пор, пока родные не переслали необходимую сумму денег. По воспоминаниям путешественника, именно жители глубинной Амазоники придали ему сил. Он видел, как те, не имея возможности помочь, действительно, все равно делали то, что в их силах. Герман Перри, король джунглей. Во время Второй мировой США сформировали в своей армии рабочие батальоны. Они занимались строительством укреплений и прокладкой дорог. Там служили в основном чернокожие, хотя командиры были белыми. В такой батальон попал Герман Перри. Они прокладывали пути сообщения из Бирмы в Китай, хотя уже на начальном этапе стало ясно, что дорога не будет завершена до конца войны. Тем не менее, приказ не обсуждается. США хотели дружественный жест Китаю. Это обошлось примерно в одного трупа на каждые два километра дороги. Настолько невыносимые условия выкашливали личный состав. Отказников отправляли в тюрьму, она представляла собой камеру из окон с металлической крышей. В условиях местного климата превращалась в безжалостную парилку, из которой не выйти. Перри уже побывал там, и теперь его собирались отправить обратно за симуляцию травмы. Солдат выхватил оружие офицера, застрелил его и побежал в джунгли. Через некоторое время беглец наткнулся на местное племя охотников за головами, но продемонстрировав свою силу, добился расположения вождя и позже женился на его дочери. Слух о неуловимом беглеце расползался по армии США. Так простые солдаты и стали называть Германа Перри королем джунглей. Однажды разведчики обнаружили деревню, где скрывался Перри. Туда отправился рейд. В результате боя погибло несколько местных. Король джунглей был схвачен и доставлен в тюрьму. Через несколько дней ему удалось бежать по дренажной канаве, примерно как в фильме «Побег из Шоушенка». По какой-то причине преследование продолжалось неделями. За это время Герман Перри был трижды ранен, но всякий раз ускользал. Последний раз его видели сплавляющим вниз по реке на бревне. На этом на сегодня все. А если хотите узнать больше историй прошлого, заходите на мой канал, там вы найдете много интересных видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова